В Сирии правительственным войскам при поддержке российской авиации удалось отбросить боевиков от Латакии. Армия Башара Асада взяла под контроль стратегически важный населенный пункт, из которого боевики обстреливали главный сирийский порт, а также трассу, ведущую к границе с Турцией. С места событий репортаж Михаила Кенченко. Город Гмам находится на самом севере провинции Латакия, высоко в горах. До войны здесь жило около двух тысяч человек, то есть по нашим меркам это скорее небольшой поселочек. Примерно половина жителей успела сбежать до того, как сюда пришли боевики, но половина рискнула остаться. Их судьбе теперь не позавидуешь. Говорят, что всех мужчин убили, мальчиков отправили в лагеря подготовки террористов, а женщин и девочек продавали прямо здесь, на бывшей школьной площади на невольничьем рынке, в рабство. Вот эта надпись снизу оставлена боевиками, а это сверху написали уже мы. Это название нашего сирийского отряда «Орлы бури». Бои здесь продолжаются всю последнюю неделю. За это время Гмам уже трижды переходил из рук в руки. В первый раз, когда военные выбили террористов, удержаться не смогли. Пришлось отойти. Новое наступление началось три дня назад, и на этот раз все же удалось отбросить группировку исламистов. Над самым высоким зданием поселка теперь развивается сирийский флаг. В этой операции вместе с солдатами регулярной армии участвуют десятки добровольцев. Лишними их автоматы и пулеметы точно не будут. Уж слишком хорошо укрепились боевики за те полтора года, что они тут хозяйничали. Прорыли траншеи, подземные ходы, построили хорошо защищенные огневые точки. На вершинах установили артиллерию, из которой регулярно обстреливали Латакию. Крупнейший город-порт на Средиземном море. Еще буквально вчера здесь, на этой высоте, продолжались ожесточенные бои. Здесь находились позиции террористов. Их никак не удавалось выбить обычными средствами. И тогда по высоте был нанесен авиаудар. Вот эта вот воронка, судя по всему, от авиабомбы помогла сирийским военным. Российская авиация, вот осколок от бомбы еще до сих пор в яме. Теперь сирийские военные уже укрепились на этой высоте. И отсюда продолжают дальше выдавливать террористов. Если бы не поддержка с воздуха, говорят сирийские командиры, вряд ли. И они вообще бы решились сейчас на этот штурм. Слишком велики могли бы быть потери. Мы очень благодарны российским летчикам с командованием. Ваши авиабазы у нас сейчас налажена постоянная связь. Они всегда готовы прийти нам на помощь. Достаточно только сообщить координаты, и самолеты прилетают через несколько минут. Сегодня целей для авиации нет. Работают танки сразу после выстрела обратно в укрытие. Гранатометчики террористических группировок буквально охотятся за бронетехникой сирийской армии. Пока у пехоты есть такое прикрытие, вернуться в ГМАМ у боевиков нет шансов. Сейчас бойцы проправительственных войск укрепились на самой окраине поселка. Впрочем, пока о полном контроле говорить рано. Террористы отошли, но находятся где-то на расстоянии 300-400 метров, и время от времени стреляют с той стороны. Бойцам сирийской армии приходится отвечать, и короткие перестрелки вспыхивают постоянно. Эта высота имеет огромное стратегическое значение. Отсюда удобно атаковать противника, а значит, можно и планировать наступление дальше, на север. В той стороне еще множество деревень и поселков, которые пока еще занимают боевики. Там же их основные базы снабжения. Как только мы их оттуда выбьем и восстановим полный контроль над западной частью Сирии, можно будет думать о продвижении в другую сторону. Другая сторона — это восток города Рака и Пальмира. Но прежде предстоит окончательно очистить от исламистов города Идлиб и Алеппо и выйти к турецкой границе. Судя по ожесточенному сопротивлению, которое оказывают террористы запрещенных в России группировок, ИГИЛ и Джабхата Нусра, сделать это будет непросто. Михаил Акинченко, Вадим Денисов, Валерий Севастьянов. Первый канал. Сирия.